Вывести бюджет из тени дефицита к наступлению 2018 года не получится, резюмировала директор Департамента финансов и контроля Инна Порыгина. Казна сформирована в условиях недостатка источников дохода. По подсчетам чиновников, общая сумма не превысит 14 миллиардов рублей. Большая часть средств, как обычно, пойдет на решение социальных задач, выплату заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений, содержание муниципальных объектов. Некоторые школы, дворцы культуры, клубы по месту жительства были построены еще в конце 80-х годов и требуют ремонта. На эти цели предусмотрено около 100 миллионов рублей. Надеюсь о том, что все-таки, несмотря на столь дефицитный бюджет, который направлен на исполнение именно федерального законодательства, то, что на муниципалитет возложено, это основная задача бюджета, все-таки мы могли развиваться и менять город к лучшему. Это, наверное, главная задача депутатов, для того, чтобы те незначительные средства были направлены на развитие города. И социально ограниченной казна Омска вполне может стать бюджетом развития, если внести некоторые изменения в его формировании. Предложения сегодня выдвинули депутаты Омского горсовета. Во-первых, чиновникам необходимо эффективнее управлять городским имуществом. Юрий Федотов уверен, если объекты не приносят прибыли муниципалитету, их нужно продать предпринимателям и не тратить деньги на содержание. Когда у нас муниципальные рынки и, скажем, все другие предприятия дают в сумме всего 3 миллиона 190 тысяч отчислений в бюджет города. Либо они тогда не нужны, их надо кому-то дорого продать, и пусть он ведет хозяйственную деятельность и платит налоги в бюджет, а сам зарабатывает на этом. Либо тогда надо, чтобы более эффективно проводилось управление, и руководители у этих предприятий были такого уровня, которые бы и зарабатывали для предприятий, и зарабатывали для бюджета города, Также, по мнению народных избранников, сейчас нужно поддерживать предпринимателей, добиваться, чтобы штрафы за нарушение правил дорожного движения поступали не в областную, а в городскую казну, решать вопрос с капитальным ремонтом жилья. Сумма судебных решений по домам уже превысила 13 миллиардов рублей. Для сравнения, весь бюджет Омска – это 14 миллиардов. А вот присутствующие на слушаниях жители предложили развивать скоростной трамвай, ремонтировать дворы и тротуары, разрабатывать экологические проекты, грантовую поддержку малого бизнеса, усиливать контроль за работой управляющих компаний. Властям предстоит обсудить все предложения и решить, реально ли их воплотить в жизнь. 16 ноября Комитет по финансово-бюджетным вопросам подведет итоги публичных слушаний. Возможно, предложения, прозвучавшие сегодня, найдут отражение в бюджете города на 2018 год.